И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Valve, все так же на экстиншене, и сегодня мы пойдем томить газбаксом. Надо уже просто его притомить, поставить галочку и закончить с этим делом. Если не ошибаюсь, кроме титанов, по сути, у меня только один газбакс остался. Вроде бы, со списком потом сравнить. И, как видите, я тут упоролся щутка, и, ну, во-первых, башни я изначально хотел покрасить в разные цвета. Зеленый, красный, синий. Так, цвета обелисков. Почему-то я вот так захотел, так будет, короче, три башни по цветам обелисков. Я еще хотел делать купола, типа, у них это, ну, как такие, треугольничком, типа, чтобы они вылезли. Ну, потом думать, ну, в жопу, там нормально все стоит. На верхах все вот... В смысле, ты ж на одном поднялся, почему на другом не поднялся? Вот. Стоят нормально, вот эти трансмиттеры стоят. Вот этот репликатор стоит. Все хорошо. Зачем мне что-то лишнее? И поэтому решил, что будет так. Весь ду... Все остальное я покрасил в желтый. Я не знаю, почему я захотел. Я захотел желтый. Я покрасил все в желтый. Начало ворота были желтые, потом я их покрасил в зеленый-красный. Не знаю, почему. У меня такое было настроение. Я захотел... Знаете, как краска, она была яркая. Ну, жаль, это не металлическая конструкция, поэтому выглядит как говно. Но, если сюда посмотреть, помните, да, я в каждого закидывал по 20 тысяч волокна. И вот, что они мне дали. Честно, я не помню, сколько это... Ну, 283. Я не помню, честно, сколько точно было, но, если я не ошибаюсь, было больше. То есть, с камнем они мне надавали больше. Но, смотрите, сколько фиолетовых. Фиолетовых, зеленых. Клево. Поэтому сейчас открою, покажу, а потом пойдем за Газбаксом. Вот это мы имеем в качестве лута. О, кстати, металлоброня, отлично. Это прям ты красава. Крылышки пригодятся. О, подожди, тут металлоброня круче. Я не заметил. Вот. Ну, вообще супер. Кирка лучше, я вот смотрю, мне попалось штанишки, что-то вот прям получше. Ну, ну, такое. В общем, если так судить, по вот этому всему... 139. Ну, хотя то же самое, но здесь по качеству получше. Вот, если так судить, ну, в целом, в принципе, возможно, да, что-то интересное. В этом плане есть 405. Да, это все-таки получше. Но, ну, а с другой стороны, это волокно. Волокна у меня и так дофига. Я вон там пошел, пособирал. Дерево я пособирал. И опять волокна у меня дофига. А это можно все еще и разобрать, и получить кучу ресурсов дополнительно. То есть тоже как бы вполне неплохо. Сейчас вот это все открою. Кстати, я вот там у некоторых поставил на рандомы, и это покрасил, кстати, в зеленый-зеленый. Она мне больше нравится. Вот, поставил на рандомы у многих, так что тут еще больше будет ресурсов. Я, кстати, понял, за что дают. Здесь, смотрите, кристалл гатча. А здесь кристалл гатча... ...простой. Оп! Дают предметы. Они такие беленькими отображаются. Вот, к примеру. А я думал, у меня что, глючило, что ли? А нет, нифига. Видишь, они все стандартно идут. А вот он, беленький. Прикол. И вот, что я получил. А что... О, черный жемчик. А, ну да, черный жемчик. Черный жемчик же у меня и стоит. Алиментальная пыль. Древесный сок какого-то я специально ставил. Ну, соль тоже нормез. Но, в целом, в целом-то неплохо. В целом-то неплохо. Древесина, конечно, куда мне ее? Обсидианчик это я какого-то специально ставил. Но, такое. Такое. И такое, и не такое, я бы так сказал. В общем, и нормально, и ненормально. Ну, с одной стороны, куда мне это? А с другой стороны, да пойдет. На халяву почему бы и нет. Сейчас хочу вам показать, ну, в целом, чтобы вы понимали, в какой у меня башне, что, где, как. Опять мне, ну, накидали, уже блебануло. Вот. То есть, в целом, все у меня осталось все точно так же. Но, во-первых, я здесь полебрик убрал там снизу, чтобы не застревать. Во-вторых, мне сейчас легче реально ориентироваться. То есть, в зеленый у меня всегда идет это. Еда. В синий у меня идут вот они. Предметы, кстати, ну, видели, да, там волокна сколько? То есть, я вот это дерево лутанул. И резинка, и столько волокна налутал. Ну, то есть, оно всегда попадается. Кстати, что есть по металлу? А, все, переплавилось. Вот. И поэтому, ну, как бы вот так вот. Так, там что осталось? Ничего не осталось. Ну, и красное, это у меня здесь создание. Я решил, наверное, вверх я ничего не буду делать. Потому что смысла нет. У меня все и так влезло. Ну, смысл мне дальше ввести вверх. Вот. Поэтому, как бы, вот. Здесь у меня, ну, то есть, реально, разделив башни по цветам, мне самому стало легче ориентироваться. Ну, и да. И, соответственно, я вот каждое это разделил. Этот у меня телепорт стоит желтый везде. А здесь у меня, ну, вот так и там. У меня, единственное, не получилось покровить. Потому что я эту бандуру уже поставил. А снизу не достать. Что еще? Здесь немножечко подразделил, кто где как. Будет это на будущем. На дефы я пойду. И как-то так. То есть, немножечко подразделил, подраспределил, кого где как. А, ну, инфорсера я себе еще одного сделал. Ну, и он получился клевее, чем остальные. Ну, типа, самый молодой, перспективный, но самый жесткий. Так как он по левелу самый жесткий. И по атаке он тоже огонь. Огнивище огниво. Все. Теперь погнали за газбаксом. Сейчас я возьму все нужное. Плетуна. И погнали. Кстати, смотрите. Хоп! Ну, хотя бы металл он много. Он мне нужен. Я-то вообще задумался о том, что по факту Extinction это арка... То есть, ну, назовем так, не глава, а акт какой-то. Как это в книгах отзывается, я не помню. Том. Можно так сказать, да? Если по-книжному так, десятый маленький. А их здесь газбаксов много, поэтому немножко порассуждаю заодно пока это... Арк. То есть, вот... Можно назвать главой все-таки, да? То есть, вот Extinction... Не, не главой. Все-таки я не умный, поэтому я могу так рассуждать. Вот. То есть, мы Extinction, то есть, мы вот приземлились на землю, да? И у нас по факту идет... То есть, мы очищаем... Стремимся к очищению земли от заразы. И, соответственно... Что-то газбаксов, это нифига нет в округе. Вот. То есть, мы стремимся к тому, чтобы очистить землю и... Восстановить атмосферу здесь, да? То есть, как бы из сюжета. А вот Genesis, это как... Не знаю, назвать параллельное или не параллельное, но это... Вот там, где-то, вот... Где-то там, далеко, летит корабль. Ищет планеты, которые будут... Способны, то есть, ну, как бы... Похоже будет на землю, где можно будет выживать, и все в таком духе. Ой, пья-то, вообще-то шпарк. Ой, я лошары, я что так медленно-то лечу? Я что-то заговорился и это... Забыл про этот супик. Вот. В общем, Genesis, это... Ну, можно назвать параллельное выживание в том самом мире. Это... Я бы даже назвал это предисловием для Ark 2. Как я понимаю, Ark 2, это будет про тех самых выживших, которые пробудились в Ковчеге. То есть, приземлились на какую-то планету, пробудились в Ковчеге, и будут там выживать. То есть, как я понимаю, Ark 2, это будет именно про это. И вот Genesis, Genesis 2, то есть Genesis 1, это... Подготавливает выживших... Так, 10 левел. О, 90. Нормас, уже лучше. Где-то... Хорошего левела встречал. Газбакса. Хотелось бы тоже притомить хорошего. Не знаю зачем, но пускай будет. Есть возможность, почему бы не притомить. Вот. И, в общем... То есть, по факту, то есть, когда ты проходишь Extinction, я так считаю, ты проходишь Ark. А вот Genesis, это предисловие. То есть, Genesis 1, это... Ты можешь так сказать... О, как плевенький. Можешь так сказать, ты... Тебя, как выжившего в некой программе симуляции, обучают. То есть, ты сам находишься в капсуле, но тебя обучают к тому, как выживать. То есть, допустим, был горнорабочим, каким-нибудь средневековым воином, либо еще кем-то. И тебе как-то нужно к этому всему научиться. Всем новым технологиям и так далее. Вот симуляция, она служит именно для этого. Genesis 2, это же ты уже пробуждаешься на корабле, так как что-то пошло не так. Ты пробуждаешься на корабле, и... Так, 85... 55... Вот, и ты уже, соответственно, выживаешь на генезис, то есть, очищаешь от Роквола, причем, кстати, непонятно, как Рокволу вообще туда. Это, опять-таки же, это я так мышлю. Если в это не так, вы можете поправить меня в комментарии. Если что, если что, Газбаксы там, по идее, Изи и Бризи. Поэтому и... Хронометраж. Я вам вообще выпущу 5-минутную серию. Кому она нужна? Давайте пообщаемся. Стримов-то нету, давайте пообщаемся. Вот. И... Если, опять-таки же, я не прав, вы знаете историю, напишите в комментариях, иди... Вот история Арка, это прям клево. То есть, вот так вот нравится читать книги, да, людям. Вот мне нравится узнавать историю Арка. Читать, конечно, я вообще не любитель. Почему? Потому что я начинаю читать, я просто... Меня в сон клонят и так далее. Вот. Я реально, я не знаю почему, но у меня начинают в сон кладить, зевая вот это вот и всё, я устаю от этого очень быстро. Не, хоть левел мелкий. Вот. И, как бы, Генедис, это просто предыстория Арка 2. То есть, по факту, на экстиншне. То есть, пройдя экстиншн, ты проходишь, по факту, Арк. Это, опять-таки же, моё мнение. А вот Генедис, это предыстория того, что будет происходить в... То есть, они же не сделают Арк 1.5. Вот они просто сделали Арк дополнение к Арку и Билл Сихи. И выпустили, чтобы рассказать то, что до происходило, вот скажем так. До того, как они прилетели на ту самую планету. Опять-таки же, это я так думаю, я так считаю. Если бы это не так, или вы уж тем более считаете, считаете у вас какая-то своя из версии, пишите в комментариях, это прям было бы клево, потому что я был бы не против читать. Мне реально интересно. Это не какие-то там теории заговоров, и всё в таком духе. Это прям реально, когда люди обсуждают, рассуждают про то, что им нравится, это клево. Это клево. Опять-таки же, я не изучал. Всю историю, как таковое, спасибо реально людям. Как же у них этот канал называется? Арг заметки на русском, что ли, типа того. Ну, у меня всегда в конце видео появляется у меня ссылка на него последние 20 секунд, там, знаешь, типа, рекомендованные видео. Вот у меня всегда отображается там ссылка, я всегда разместил, на экстиншене вроде только разместил, а раньше не разместил. Но вот, честно, опять-таки же, для того, вдруг кто-то захотел. И вот эти вот люди, они снимают заметки, то есть, более правильно переводят, снимают заметки и делают их визуализацию. И это клево. Это клево. То есть, то, как они, особенно, то, как они заворачиваются, это прям вообще супер. В том плане, что они делают, ну, я бы так сказал, титанический труп. Возможно, кто-то скажет, да, пф, и я сделал лучше. Ну, камон. Да, ты сделаешь лучше, но ты не сделал. А они сделали, и они уже, по факту, сделали лучше. Так что, да. И, честно, я, когда-то хотел что-то подобное делать. Но, во-первых, я это собирался делать один, а во-вторых, меня это просто, то есть, я понял, что я не вывезу. То есть, буквально чуть-чуть, чуть-чуть, может, так сказать, чуть ли не в зачатке, я сразу же заглушил все это дело и понял, что нет, я это не вывезу. А вот они сделали. Это клево. Как говорится, дружеская поддержка, это всегда клево и всегда клево, когда они доводят дело до конца. Так, ну, походу, я того 90-го левла вот газмакс, что-то я не вижу. Реально. А, ну, хотя они уже сподыхают. А, еще они могут летать же, твари, козлы, через полкарты. Точно, про это я забываю. То есть, я вот в том районе где-то находил большого левла, его же могли ударить, он пернул и полетел куда захотел. Точно, про это я забыл. 55-й. Сейчас, короче, попробуем сначала без ловушки. То есть, если получится без ловушки, это будет прям вообще кайф. Кстати, инфорсеры, знаете, где я там качал? вон там. Вон там. Почему там? Там внизу, там очень большое место спавном этих корабтов. Почему, опять-таки же, я качал именно там, потому что на корабля, как там, как там они, проклятые, проклятые, по ним наносят дополнительный урон, дополнительный удвоенный урон, а то и утроенный, точно уже не помню. Ну, значит, на них качаться намного легче в этом плане, поэтому я на них и качался. Вот. Сейчас бы еще найти того газбаксы 90-го левела. Блин, ну вот у меня всегда так. Вот у меня всегда так. И фиг найдешь. И это не сервер, чтобы трансмиттером пользоваться. Жаль, обида, печаль, страдания, уныния. Стои, ямба. Ты у нас какой? Десятый вот говно. Вот. В общем, здесь может просто появиться место спавна, то есть ты такой подходишь, а там в одной точке появляется штук 7, короче, просто птеров, они просто появляются на месте. И если ты успеваешь к этой точке притпхаться, прибежать, короче, по максимуму быстро, ты просто этих семерых сразу бамут с одного удара и как нифиг нафиг. Ну, опять-таки же это у меня, потому что они у меня уже когда уже прокачаны становятся. Ну вот. Ну а так, если не получается, то приходится за ним немножко полетать. Ну, в смысле побегать. Они там вокруг летают, там что-то пытаются пыжиться, ну, это все фигня. Вот такая вот приколюха. А вот и нифига себе только рядом. Клёво, главное туда не попасть. Тут начинает сразу же, когда ты вылетаешь, начинает сразу же имплант выжигать такой, побираешь, экран краснеет, все дела. Я уже тут немножечко подзалетел туда за край. Не сдох, но я очканул сильно . Этого эффекта. слушать джиги шоу там я находил а но я сейчас выше пролетел так что может поэтому я его не нашел до 3 800 и хочу сделать так так а теперь стоять из вода так не заморозился слышь а как так ну я-то знаю как тебя сдуть то есть мы просто бы так берем опыт и сразу же сдуваешься это как-то работает что стоять пассив сдулся смотри келево давай слази чпоникс ах ты собака пришивая он лежит или отлично и не успей отлично спать да когда их размораживала замораживаешь прям вообще ези-брези так 16 базовых овощей но это нормас все главное отбиваться вот от этих козлов блин от вас на пирску винтовку взять да без ловушки это немножечко сложнее но 4 седатива и все будет такой так стоп отлично прошла заразов давай еще вот так вот он и по идее должен притомиться 150 жива ща огонь огнева огневища пелево расцветка классно смысле у тебя можно без седла зачем тебе седло сделал еще серьезно да ну ладно хотя бы броня будет так сова совушка сова полетали и хватит ну-ка сколько мне там осталось дофига еще времени осталось клево погнали до дома качать качать нужно кислород есть их я не ошибаюсь нарываемся слева внизу увидеть индикатор и полетели это просто пробел подушка пердушка работает идеально а то есть нажал на пробел и он просто и пока не сдуется весь да а потом планирует щекручу просто куб падает разбивается такой и чё было то зря я так и знал что урон получит дурду накачиваем в целом а вот как то есть ты направляешься и он тогда летит я просто до вперед не жал поэтому он это да ну нафиг ты смотри просто урона сколько получил и серьезно да пока он накаченный вообще урона практически не получаю ну по 4 это же понятное дело вообще ни о чем но и атаковать я вообще никак не могу ну классно вон где седло короче и вот где я сижу ну супер да ну нафиг поэтому тот кто хотел сказать что будет долгая битва а нифига сотри какой красава здоровичка то явно нужно некий с народ ну веса дофига веса дофига так прикол так ну-ка и сюда и давно и суды сказал щадим в лицо харкнул ах ты ж гнида дарит тузан ща харкнем в лицо хоть кому-нибудь блин х пахи вообще нет ужас просто так никто там не не пытается атаковать иди сюда и тигара а по кафе тапа иди сюда говорю вот мир смотри я ничего гуку там там у тебя в шопу давай накачивай ох ты собака счет короче пошло не так и мне больше вопрос такого фига он урон получает от полета полетели перди перди вверх-вверх не придет ну брата хорош птица хотел сказать ёб твою же за ногу но ща кому-то будет пердос не менее я щас прыгну я щас прыгну щас приду щас прыгну щас прыгну щас прыгну и лучше заранее спрыгнуть какая хрень ныряй вниз ща будет шопа обдувайся отлично ох какая гадость так все погнали до дома да и он нафиг здесь небезопасно пошел в задницу мой кошмар а их ты сдул до часа вот это вот три циротапса ты не сдул того кого нужно было сдуть а этих ты сдул кого не нужно было сдуть хочешь ну ты короче прям короче короче прям короче прям непонятно чем это мил но хотя просветка прикольная зеленый край зеленый красный синий и желтый дэм ну короче хотя под цвет базы на том уже хорошо ой бляха муха ну куда деваться ну хотел притомить вот притомил все теперь я всех притомил вроде бы ужас ужас я так тебе скажу не знаю зачем мне вот это вот чудо но пускай будет как минимум немного веса не знаю зачем но пускай будет вот такие вот дела но иногда может с вами до пожал прощаться говорит всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк и мотивирует накажется делиться мы видим это все всем удачи всем пока всем счастливый добра всем пока